итак the brush 2019 медику нужен именно ствол давайте его попробуем сделать без моделирования просто с обтулами теперь текстуру нужно сделать активной выбираем текстуры нажимаем на вот этот картинку которая подгрузилась и жмем вот этот значок так вот с этим ракурсом мы будем работать так z отключаем и погнали первым делом добавим цилиндр так вот этот вытянем его edit make polymesh нажимаем shift левая кнопка мыши можно включить флор чтобы видеть именно размер модели на вот этой вот сетки это большеватый давайте его немножко уменьшим вот так повернем вот таким вот боком ну и немножко так развернем что-то в таком духе проверяем x симметрию где она тут находится вот здесь вот можно немножко забрать 2020 и 2021 вот здесь есть сбоку именно ориентиры по осям ну здесь бывает сбоку сбиваюсь так что давайте посмотрим модифика получше и сделаем мир and вот симметрия у нас находится тут control z control z и с помощью гизма все это дело развернем вот так вот теперь все это дело давайте сплющим вот так как то и под набросаем пока вот этот аппарат теперь добавим аппенд добавляем куб так это делит окей аппенд куб переключаемся на куб и теперь его опять же сказал за желтый квадратик вот эту уменьшаем так где-то вот так вот ставим подводим вот сюда немножко еще наверное делаем его поменьше где-то вот так и приближаем поближе вот к этой сфере ну в смысле к цилиндров здесь немножко его сплющим и немножко сделаем прямоугольным ну как-то так на я так это слишком близко потом тут еще часть доведем сделаем alt левая кнопка мыши передвигаем следом у нас идет цилиндр можно вот этот цилиндр сделать дубликат но предварительно наверно сделаю ему так дайна мэш и сделаем дубликат выводим дубликат теперь сюда разворачиваем его выравниваем делаем скайл поменьше вот так и приближаем вот именно к кубу так здесь сверху еще ровняем смотрим что да как делаем еще его поменьше что-то в таком духе и приближаем поближе так уже что-то уже как-то чуть-чуть его выравниваем и дальше погнали импровизировать делаем ему опять же дубликат вытягиваем его вперед подставляем вытягиваем так и делаем мускайл и чуть-чуть вперед где-то вот так так следом какая будет байда будет опять же дубликат да дубликат и подставляем его теперь вперед только теперь опять сплюсь и сплющим вот так вот вперед подставляем и его уменьшим вот так делаем опять же дубликат следом у нас выходит еще один цилиндр только теперь потоньше еще и тоньше делаем и делаем мускайл так вот так как то и еще раз сплющим потоньше сделаем вот так и приблизим есть такое дело следом опять же делаем дубликат выводим его вперед и ему уже делаем скайл поменьше и приближаем к этому цилиндру опять делаем дубликат опять делаем дубликат и вперед его и опять же скайл ну тут уже потолще его делаем так и вперед подставляем ну вот уже какая-то часть есть что нам нужно нам теперь нужно наборную я сделать вот эту вот именно заднюю так вот эта часть возможно даже будет слишком большая нынче пускай по приколь не будет так теперь делаем дубликат и уводим этот дубликат вот сюда вот так смотрим как он тут установился делаем чуть-чуть поменьше вот таким вот образом даже наверное побольше сделаем уведем назад уведем назад найдем n найдем наш куб вот он и теперь сделаем кубу дубликат и попробуем вот сюда вот так поставить вот так и растянуть вот таким вот образом так и немножко сплюснуть вот таким вот образом возвращаемся на вот эту заготовку именно где будет подключение у нас шланга рукава так его делаем поменьше по размеру именно вот этого куба приближаем его поближе делаем ему опять же дубликат выводим его чуть-чуть подальше и делаем ему скайл это будет он еще поменьше и сюда подставляем делаем дубликат и ставим его побольше вот как то так мы немножко сплюнуть не без этого зэт выбираем картинку давайте посмотрим посчитаем раз два три четыре пять шесть и уходит на шланг зэт отключаем здесь добавляем дубликат дубликат вытягиваем его делаем ему скайл делаем его поменьше и делаем ему опять же дубликат делаем его побольше дубликат ну и уходим на три самых маленьких вот этих вот цилиндра дубликат выводим делаем скайл приближаем делаем дубликат отводим делаем скайл и делаем опять же дубликат делаем дубликат и выводим его еще вперед чуть-чуть его делаем пошире но сусе подлиннее и делаем мускайл поменьше ну и чтоб он кого впереди был планеты всей так подключение есть теперь что нам нужно сделать нужно поработать вот с этим первым цилиндром как будем с ним работать будем работать сначала можно вычитанием ну давайте поработаем маской выбираем цилиндр control выбираем вот этот циркл на свободном месте где-то его вытягиваем и через шифт подставляем вот сюда подгоняем маскируем делаем control и и попробуем вот это все дело скайл уменьшить о уже прикольно и можно его даже еще с плюс ночь побольше снимаем маску вот такая пускай будет зубчатая штука можно и конечно выгладить но нам это пока не надо мы теперь с дублируем какой-нибудь цилиндр делаем еще раз дубликат alt левая кнопка мыши отбегаем повторяем включаем move так это нам тоже не на контрол z я не тут сделал дубликат да ёхан валет делит окей и делит окей бывает случается здесь вот нажимаю постоянно старт вот этот цилиндр нижний теперь делаем дубликат и с помощью move подводим куда бы вы думали вот к этому аппарату переворачиваем делаем ему скайл перекручиваем выравниваем смотрим чтобы он именно ровно стал вот так вот вытягиваем его побольше делаем скайл и опять побольше его вытягиваем тут опять же скайл чуть-чуть его корректируем ну и вытягиваем вперед вот так вот здесь немножко тоже под корректируем в принципе вроде как и пойдет чуть-чуть уравниваем что нам теперь нужно сделать нам нужно теперь добавить так это будет насильно он выведен вот чуть-чуть его поменьше делаем делаем ему опять же дубликат так теперь мы его побольше вытягиваем чтобы его видно было и делаем ему скайл и еще раз вытягиваем и еще раз скайл так что-то в таком духе так делаем побольше наверное вот так вот вот так вот вот так что то делаем геометрии модифита поджим мира and well а теперь завершающая стадия делаем еще один ему дубликат дубликат и уже делаем переход на ручку так это уже побольше выводим и уменьшаем еще больше вытягиваем ну вот что-то получается в таком духе мира and well так теперь нам нужно ручка как будем делать ручку а ручку будем делать с квадрата с куба поэтому нам n понадобится куб опускаем его по саптуру в самый низ чтобы потом не путаться и и делаем ему дубликат вот так следом его поднимаем к верху больше растягиваем больше сплю с ним подводим к этой ручке вот таким вот образом так теперь вытягиваем вверх вот так и опускаем вот к этой ручке так еще немножко моего растянут как выведем так что еще можно сделать смотрим сетку и попробуем вот это все делаем выбрать вот так вот control верхний полигон делаем control и и и и делаем ему скайл и и и и пробуем скайл и так вот что-то вот так вот должно так control z половина теперь маскируем и пробуем теперь делать скайл короче ладно сейчас мы по-другому сделаем так смотрим толщину всему этому делаем dynamesh геометри делаем dynamesh так как там ручка идет к верху квадратная и теперь попробуем резкой выбираем trim curve и вот так как-то его что-то в таком духе или по моему она квадратная или ну ладно сейчас будем чем-то экспериментировать мы делаем мир and will control w и опять же дайна мэш все это есть control д control д дэвид дэл лоу рут эти дивайды удаляем пока пусть в таком положении сделаем так вот скайл это уже большая будет пробуем другую кисть обрезки вот эту и делаем его ну как-то наверное вот так вот ну опять же мира and will ну такая будет по прикольней ручка пускай будет такая делаем теперь дайна мэш ну резолюцию делаем побольше чтобы вычитание было почете и ручка классная делаем опять вот этому кубу дубликат делаем этому кубу так я сделал дубликат все вот он дубликат и делаем геометрии дайна мэш резолюцию тоже можно побольше поставить потому что он будет вычитать и поднимаем его вот сюда перекручиваем его где-то вот так и опускаем пониже вот таким вот образом проводим сквозь него и здесь нам поможет опять же резко подгадываем толщину ручки чтобы более-менее ну ровно было прикольно где-то вот так вот делаем опять ему дайна мэш и следом делаем попробуем через control вниз опустим перекрутим растянем его как-то так так и растянуть можно еще вот так где то так чтобы они сквозь все проходили снимаем маску находим вот это тот саму ручку переводим ее вверх она сверху должна саптула быть который будет вычитать переключаемся на саптул и делаем мерчдаун объединяем их окей и теперь control левый клик снимаем выделение ну вот получилась вот такая прикольная ручка так вот вроде как нормально и теперь мы ее немножко перекрутим и подведем вот в такое положение так это есть задняя часть вот это что-то маловато и шланга не хватает возможно поэтому такой вид и сейчас мы добавим вот эту ручку нижнюю это опять нам понадобится куб делаем дубликат и переводим ниже вот этого вот ниже этой ручки чтобы потом не путаться за детали так опускаем его вниз вот так теперь сплю с ним побольше поднимем к верху и опять сплю с ним ну что-то получается в таком духе так ну здесь вот можно не вычитать ну в принципе давайте тоже вычтем сделаем ему дай на мэш вот этому кубу пусть у него сетка ремешевская так побольше резолюцию дофига на я поставил нет нормально так теперь сетку отключаем сделаем саптула делаем ему дубликат люблю я здесь вот вычитать прикольно удобно делаем его побольше дубликат делаем его поменьше вот так и делаем вот так еще поуже но стенки чтобы потолще были не забывайте и у здесь вот сразу давать им обрезку сделаем чтобы прикольная ручка была возвращаемся на первый этот саптул ручки и сделаем ему срезку тримков вот сюда если резку делаете смотрите чтобы полоса которая будет резать черная находилась внизу это будет та сторона которая должна обрезаться это будет вот так теперь здесь обрежем где-то вот так вот уже будет прикольно такая ручка наверно так теперь сразу же делаем обрезку самой ручки вот эти края чтобы ручка была мягкая ну а теперь делаем вычитание делаем вот этому саптулу смотрим как он установился чтобы стенки тонкие не были давать его еще немножко наверно с плюс ним вот так ну и верхнюю часть тоже где-то пусть выемка лучше такая будет и все ставим его на вычитание переключаемся на первый саптул делаем наш даун ok и снимаем control левая кнопка мыши делаем control w одну полигруппу вот такая прикольная ручка получилось теперь у этого цилиндра смотрят цилиндр на найти так тут еще верхняя ручка давайте сначала н цилиндром займемся это получается вот она делаем геометри делаем дай намыш делаем ему дубликат так делаем дубликат и опускаем самый конец чтобы уже и тут не запутаться конечно можно еще переименовывать чтобы читать где что так нам теперь понадобится куб куб у нас есть мы ему тоже делаем дубликат и опускаем тоже самый низ и выводим его вот к этой вот части теперь мы вот так он привезет контроль z уменьшаем делаем потолще все равно не так что прям тонкий был чтобы вид позов был нам пазы словом нужны и теперь скаю чуть-чуть поменьше его и вытягиваем можно прям побольше чтоб видеть ну вот теперь смотрим чего нету сеткой по моему а он не дай нам и сыны делаем дай нам из побольше резолюцию чтобы вычет лучше был так контроль д дл и еще раз дай нам и шум так чеснин такое ну ладно сейчас посмотрим результат теперь контрол левая кнопка мыши подальше оттаскивайте его вот это все так чтобы здесь в промежутках стенки тоже не развалились так контрол левый клик снимаем все это дело выделение и давайте попробуем их чуть-чуть еще вот посимпатичнее поменьше сделать ну а теперь опять вычитание ставим это все дело на вычитание переключаемся на цилиндр и что делаем опять же мерч даун объединяем окей и снимаем контроль левый кнопку мыши так вот что-то было с ним не так контрол зет что такое так получается n находим теперь вот эту сапту вот этот трубы и попробуем сказал уменьшить вот они появляются вот так вот если мы сейчас вот эту берем саптул то у нас вообще даже будет вообще прикольно пусть будет тогда нам этот саптул уже не понадобится мы из него можем сделать еще какой-нибудь переходник чтоб поприкольнее уже был вот где-то вот здесь вот можно его добавить сделать скайл как-то увести вот сюда подальше вот таким вот образом и чуть-чуть плюснуть как хомуты типа ну и теперь control и увести сюда где-то ну тут поставить прикольно сразу заиграла так нам нужен теперь что он вот в этом кубе нет в этом именно показатель вот этот датчик как его будем делать а делать его будем очень просто мы возьмем найдем этот куб сделаем ему дубликат и опустим его в самый низ так найдем наверное еще вот этот куб и это тоже вниз опустим смотрим что у него сетка и сетка у него значит делаем делит окей этому кубу делаем геометри делаем дай нам из резолюцию побольше и вот теперь можно сделать ему дубликат так 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 дубликат дубликатом будем делать счетчик на одну сторону зачем он на две правильно так сетку поле f можно отключить делаем скайл подгадываем подсматриваем ставим прозрачность если нужно вот чтобы глубоко он сильно не уходил ну и мало тоже где-то вот так теперь делаем его вычитание делаем марш даун окей и он то левый клик так все это тоже есть теперь нам нужно что найти найти вот этот куб который сочетает их н этот куб вот он и сделать ему еще типа потоньше что ли вот так еще потоньше вот так и скайл вытянуть вперед и можно даже как-то вот таким образом и еще немножко сплюснуть вот теперь и тут какие-то переходники получились следом выбираем н выбираем какой-нибудь up tool цилиндра делаем ему дубликат и опускаем это дело тоже вниз так теперь мы его вытаскиваем вот сюда делаем ему скайл уменьшаем подгоняем выше чуть-чуть поднимаем ну и теперь вот резко тадыш и вот вам счетчик показатель так тут еще тоже так тадыш чтобы его не было с той стороны так что еще тут можно сделать нам нужно ручка вот отсюда идет ручка как раз мы его из хомута и сделаем и еще боковую здесь хомут тоже нужен но это мы уже кисточкой как и ремни вот эти делали сделаем так ну что еще взять то давайте нарисуем или лучше обрезаем или выберем лучше давать вот запчастей каких-то может быть где-то тут что то есть так это тут гайки кстати вот можно гайки тут болты какие-то вот уже готовые детали подставлять даже пружины есть так здесь нам ничего не подошло найдем где стволы оружие и попробуем найти здесь какую-то маломальскую ручку опа оружие а ручки нету беда так тут ремни им basic ну давайте вот эту выберем сделаем дубликат вот этому софту сначала control w чтобы одна полигруппа была пустом ее потом будем отделять делаем дубликат мы попробуем вот так как ты вытянуть уже готовую соплю ставим теперь кисть стандарт теперь мы ее перекручиваем подгоняем где-то вот сюда делаем ей скайл выводим ее вверх побольше так теперь забыл сделать сплит гроуп сплит окей и вот этот второй так это вот этот второй механизм где будет стрелка потом стрелку тоже можно сделать делаем делит окей но теперь займемся ручкой мы немножко подкрутим вот так и немножко подставим куда нам надо так немножко еще подключим чтобы она нормально стала сделаем ей скайл вот так и поработаем резкой отрезаем ее вот так где-то делаем control w делаем ей дайна мэш маскируем эту часть делаем control и и вытаскиваем опа и вытаскиваем эту часть вперед снимаем маску маскируем вниз делаем control и и вот эту часть вытаскиваем вниз так снимаем маску и опускаем ручку как нам надо но чтобы этот персонаж рука хотя бы пролезла в перчатке так ну а лишнее можно делить чтобы нигде не вылезла так и ручку нужно подогнать по центру чтобы при мера эндвелл она не стала вообще уродливой гигантской так добавляем теперь вот сюда вот на бока ремни так вот эти части делаем драфсайз поменьше и вот как лучше сделать а лучше сделать нам дубликат какой-нибудь допустят этой даже трубы делаем ей дубликат и и вот так вот отсюда проводим ну в принципе неплохо но мало драфсайз делаем побольше и нажимаем на куру в принципе не неплохо но много ну где-то вот так вот нажимаем на мэш делаем опять же сплит гроуп сплит окей и вот эту трубу одну делаем делить ну вот с этим хомутом мы немножко поработаем да и на мэш пока не делаем а берем кисточку модифит оположи графсайз поменьше или даже лучше побольше и немножко приподнимаем немножко вытягиваем вперед так вот так вот и вот тут нам как раз понадобятся те гайки которые мы видели здесь мы его замаскируем и выберем теперь move и чуть-чуть вытянем вперед вот так следом делаем ctrl d чтобы она стала мягкая вот такая так итак теперь давайте добавим сюда гайку болт и в принципе ствол готов так можно еще фасочки тут конечно по выбирать по поделать но это уже как излишек будет можно по извращаться так находим гайки где вот они вот тут вот кисточки mme and parts вот эту найдете словом и вот тут вопрос под какую ее поставить под квадратную или под резьбу так давайте под резьбу попробуем так сделаем дубликат опять же сделаем дубликату ctrl w кисточку дров сайт чуть чуть поменьше и вот здесь так так а ага делал вот так вот теперь кисточки стандарт и с помощью move как бы под корректируем ее местонахождение вот так вот такая строка снимаем маску смотрим полигруппы можно сделать вот так ctrl shift левая кнопка мыши щелчок и модифика положить дл хидден просто удалить полигруппу вот этот саптул который нам не нужен так ну вот и все теперь можно здесь выбрать еще паз сделать стрелку то а вот еще пардонте давайте вот в этом саптуле сделаем пустоту или наверное вот сохранить надо вот этот вот аппарат делаем файл сейф ас и пишем ствол enter сохраняется 603 тысячи полигонов всего лишь нормально и теперь вот что делаем поднимаемся на самый верхний уровень так и делаем merge down объединяем полностью все саптулы always ставим всем чтобы нажимать потом ок 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 и вот так вот нажимаем все это дело объединяем вот так вот смотрим поле группы вы видите что здесь все разбито по полигруппам можно вот так вот выбирать любую и с любой работать ctrl shift кстати левая кнопка мыши так нам это пока не надо мы сейчас сделаем всему этому dynamesh сначала делаем дубликат делаем включаем первый саптул выключаем видимость второго дубликата геометри находим так dynamesh и ставим побольше резолюцию 344 попробуем и снимаем маску смотрим что получилось вот такая штука закрылись вот эти вот отверстия это не есть хорошо ctrl z назад и делаем еще больше резолюцию где то давайте 700 800 и делаем опять dynamesh так эти все равно закрываются попробуем так ctrl z и сделаем ctrl w одну полигруппу чтобы вот эти части не видели что здесь стенки с разных полигрупп попробуем так сделается нет нет ну не беда мы сейчас их их можно опять же выбрать так что у нас тут получается ну ничего так не развалилось ничего теперь делаем projectile включаем нижний вот этот видимость нижнего саптула и находим project и детали проецируем на него чтоб четкие были так теперь отключаем саптул нижний вот этот и делаем вот delete ок ну в принципе вот пазы есть вот их можно просто черным раскрасить или просто еще выбрать добавить сюда куб опять прогнать и здесь уже удалить это я сейчас на ускоренном покажу ну а теперь пока append находим цилиндр находим цилиндр выбираем перекручиваем его так как то вот так делаем скайл вытягиваем его вперед еще делаем скайл и растягиваем вот так вот смотрим как он тут спереди выглядит подгадываем подгадываем делаем скайл стенки тонкие сильно не делаем не надо потому что у нас вот смотрите что получится вот глубоко его тоже опускать не рекомендуется тут или несколько их делать ну допустим вот один вы уменьшаете делаете мелкие вот так и уводите его вглубь вот так потом control вытягиваете еще один и делаете ему его типа побольше чуть-чуть его сплюснуть можно и чуть-чуть его вот заводите вот в этот саптул ну что-то вот так как-то теперь делаем всему этому дай на мэш так резолюцию можно побольше смотрим на сетку сетка плотная прикольная теперь ставим на вычитание верхний саптул делаем merge down и control левый клик снимаем выделение смотрим что произошло а произошло вот такое вычитание смотрим чтобы стенки нигде не развалились опять же так что еще хотел сделать а хотел я append добавить куб и чуть-чуть повторить это я уже без объяснения на ускоренном на так я При вычитании тоже появился косяк, исчезла ручка. Поэтому не беда, ручку можно взять у предварительно сохранившегося файла и просто подставить сюда и опять всё объединить. Красить здесь тоже уже не проблема. Вот маскируем как-то вот так. Потом можно замаскировать вот таким вот образом, покрасить. Потом инвертировать, допустим, маску, где-то ещё какую-то деталь убрать. Вот так вот здесь ручку замаскировать, назначить уже свои полигруппы другие. Разбить как хотите. И получается вот такой ствол. Всё, всем пока, до свидания. Красить я уже не буду, как его показывать. Мне этот ствол нужен именно для постановки в позу вот этого персонажа. Всё, всем пока.